Я хотела бы коротко осветить проблему гипотоцеллюлярного рака, проблему диагностики и лечения в Казахстане. По заболеваемости рак печени в Республике Казахстан занимает 16 место в структуре онкозаболеваемости. Более тысячи случаев ежегодно выявляется. Население Казахстана составляет 18 миллионов. И отмечается, вы можете увидеть, снижение заболеваемости у нас потихоньку идет, и снижение смертности. Восьмое место в структуре смертности. Более 600 человек умирает за год от этого заболевания. По структуре по возрастной заболеваемости за эти годы, с 2007 года, пик заболеваемости приходится на 70 лет. Но вот вы можете увидеть, что после 40 лет отмечается увеличение заболеваемости раком печени. По стадиям у нас за эти, получается, 12 лет отмечается снижение четвертой стадии почти в два раза и увеличение первой стадии с 10 до 19, то есть 20% пациентов выявляется у нас уже на первой стадии. Следующий. По пятилетней выживаемости мы просчитали на 2015 год, а первая стадия у нас составляет всего пятилетняя выживаемость 22%, по сравнению, конечно, с данными зарубежных, но у них 33%. По 34 стадии пятилетняя выживаемость составляет всего 2%. У нас в Казахстане с 2013 по 2017 год проводилась как раз программа скрининга рака печени в Казахстане. Пациенты наблюдались с циррозом, с вирусными гепатитами, состояли на диспансерном учёте, проводилось им определение АФП, УЗИ четыре раза в год среди пациентов с циррозом печени, вирусной этиологией, и два раза в год с периодичностью среди пациентов с циррозом печени, не вирусной этиологией. Также проводился и фиброскан, но после 2017 года, в связи с тем, что данная программа скрининга, она, конечно, показала неэффективность свою, мы всю эту службу именно циррозов, вирусных гепатитов передали в гепатоцентры в каждом регионе. От 2014 года у нас были организованы гепатоцентры в регионах Казахстана, где проводится как раз диспансеризация и лечение больных с вирусными гепатитами. Были пересмотрены все протоколы лечения пациентов с вирусными гепатитами, и вот остались только препараты, одобренные, это Софасбувир, Даклатоцвир и Тенофавир. То есть вот эти только препараты у нас для гепатита С и для гепатита В. По организации печени больными с ГЦК, то есть идет, естественно, стадирование пациентов при ранних стадиях и очень ранних стадиях, если они выявляются, эти, конечно, проводится резекция печени, а также, значит, у нас только в центральных регионах, это в Астане и в Алма-Ате, в Нур-Султане сейчас в городе, проводится трансплантация печени, химоэмболизация печени, и вот препараты, которые уже тоже у нас протоколы поменялись, то есть имеется препараты Сорафениб и Регарафениб, только те вот эти два препарата для лечения данной группы пациентов. Все лечение покрывается полностью государством, лечение бесплатное, и, в общем-то, конечно, терминальные стадии, это у нас симптоматическое лечение, и полностью проводится палеотивная помощь, отработаны тоже у нас приказы, новые, скажем, протоколы лечения, и вот то, что мы обновили клинические руководства согласно ЭСМУ, внедрили малоинвазивные вмешательства этой химоэмболизации во всех регионах Казахстана, и вот препарат Сорафениб сейчас он бесплатно полностью обеспечивается. Ну, конечно, проблемы остаются, это и нарушение протоколов диагностики и лечения в Казахстане, это высокие показатели одногодичной летальности и смертности, и, конечно, низкая пятилетняя выживаемость, и, конечно, дефицит кадров и в регионах. Мы обучаем наших специалистов сейчас полностью, Институт онкологии проводит обучение на местах, и мы, в общем-то, близко работаем с нашими гипотологами. Вот я так коротко, потому что, в принципе, конечно, успехов мало. Хотелось сказать о том, что у нас еще запланирован был конгресс по 60 лет Института онкологии, но мы сейчас думаем его отложить или на декабрь, или переложить на следующий год. Вот коротко, спасибо.